Валерия Кореная Жилище с маленьким окном Она в проеме, постоя в дверном Окинет взглядом то, где будет жить По-своему сумеет разложить всю жизнь его И он решит, что так быть и должно Что как же он, дурак, не догадался, что кровать не там Что места его сломанным зонтам нет больше Есть простая, как кольцо, любовь двоих Ее прекрасное лицо, в котором вечность поселилась и покой И женщина всегда одной рукой младенца держит А другой придет Чтобы мужчина, если он придет, знал Эта женщина его ждала Не убирала скатерть со стола И будет вечно прясть веретено И женщине останется одно Принять мужчину Подарить покой И отпустить дитя И вслед махать рукой С женщиной, словно созданной Специально для него ему повезет Но судьба, словно будет все время его предупреждать Вот сейчас Сейчас ты сломаешься Только он этого не допустит Они с женой спасут Шесть человеческих жизней Но как спасут? Его знаменитый ответ на вопрос Как получилось, что вы прожили свою жизнь И никогда никому не лизали? Звучал так Рад бы лизать Укусить боюсь Добрый день, уважаемые радиослушатели С вами Валерия Кореная За пультом звукорежиссера Акмаль Тахиров Стихотворение, с которого началась сегодняшняя программа Я назвала «Веретено» Мой сегодняшний герой Проживет 44 года В счастливом браке С дочерью Всеволодомир Хольда Скажет, что этот брак, вероятно, спас ее от лагерей После расстрела отца Чуждого советским гражданам Режиссера К 1942 году Из шести братьев актера Василия Меркурьева В живых останутся двое Последним от голода в блокаду Умрет старший брат Александр Вдумайтесь только Он работал директором ленинградского хлебозавода Умер от голода Другой брат Евгений Композитор и дирижер После революции уехал за границу Еще один брат Володя Умер в девять лет Но и это Василия Меркурьева не сломило В огромном сердце И его безразмерной душе Было столько сострадания и любви к людям Что чем больше узнаешь его историю Тем более непонятным становится Как такое бывает Не то, чтобы он ищет, кого бы спасти Нет, он просто не умеет по-другому Вы помните его врача Из летя от журавли? Его лесничего Отца Золушки в одноименном фильме? Его героя В повести о настоящем человеке? Запоминается он сразу Большой, мощный, обаятельный, добрый Василий Меркурьев родился 6 апреля 1904 года В городке Остров Псковской области Отец его тоже Василий Торговал дегтем И маленькой серебристой рыбкой С нитком Мать Анна Ивановна Гроссен Немка Когда-то до замужества Она работала экономкой Вася будет учиться В церковно-приходском училище И начнет петь в церковном хоре Музыкальный дар он унаследовал от отца Тот пел прекрасно Василий станет единственным из шести братьев Кого не обойдет удача И в отличие от них он доживет до преклонных лет Еще в 16 он определит свою судьбу Когда его призовет к себе сцена Да-да, больших артистов сцена Всегда выбирает сама Они могут заниматься чем угодно Но рано или поздно судьба приведет их туда На сцену Вот и Василий Меркурьев Высокий Убедительный в любой роли Создан для сцены В 20 лет он дебютирует в кино И станет понятно Что этот актер может все Станет понятно Но не всем и не сразу На его счету будут Блистательные работы Потом Небесный тихоход Шекспировская Двенадцатая ночь Картины Верные друзья Правда За эти фильмы Правительственные награды Он не получит Его актерское мастерство Власти оценят В таких Пропагандистских работах Как «Донецкие шахтеры», Глинка и «Повесть о настоящем человеке» Вот за них Меркурьев Получит сталинские премии Трижды Он не только дорожит своей профессии Но и уважительно к ней относится Волнуется всегда Перед каждым выходом на сцену Как и тогда В свои шестнадцать Когда он В волнении Трепеща Впервые вышел на эту сцену В своем родном городке Остров Там, в местном театре Он будет исполнять Обязанности актера И заведующего художественной частью И однажды Когда один актер Отправится в запой И спектакль отменят Меркурьеву придется Убегать через окно От разъяренной публики В двадцать первом году Восемнадцатилетним юношем Поедет в Петроград И поступит в Ленинградский Институт искусств На курс Леонида Вивьена С ним на курсе будут учиться Николай Симонов Юрий Толубеев Виталий Полицеймака И Антонина Павлычева Она станет первой Любовью Меркурьева Взаимной Влюбленные уже будут жить вместе Будут рядом всегда Дома на гастролях Они будут переезжать Из города в город Окажутся у истоков Театра актерского мастерства Под названием Там На сцене были выхвачены Из жизни люди Ярко изображаемые Мастерами сценического Искусства Пишут газеты Того времени О труппе театра Там Без Василия Васильевича Не обходится Ни один спектакль Он играет в Аперетти В Адевиле В пьесах Чехова Островского Да, дебют в кино Состоялся в 24-м Он сыграл роль Молодого рабочего В фильме 9 января Антонина Тоже будет сниматься Ленинградская симфония Дикая собака Динго 20 дней без войны Многие другие картины Меркурьева коллеги любят Говорят, что у него Большая душа И благородство Самое удивительное Что палец в рот Не клади Фаина Георгиевна Раневская Крайне избирательно Относящаяся к людям А Меркурьеве Говорит уважительно Отзывается о нем Как о скромном Деликатном И добром человеке Они познакомились На съемках Золушки Работали вместе В одном кадре Он там мягкий И бесхарактерный Лесничий Золушкин отец А Раневская Его экранная супруга Вздорная Мачеха Главной героине Именно Фаина Георгиевна Тогда уговорила Чиновников Из Министерства Культуры Позволить Меркурьеву Сыграть В детской сказке После его Патриотических Фильмов Они же не хотели Чтобы народный Герой боролся На экране Со своей Сварливой Женой В жизни И Ольги И Ольги Мунт Актрисы В 21-м году Отец ушел От матери И женился На Зинаиде Райх Ирина Окончила Гетис Стала Педагогом Сценического Движения Актрисой Режиссером Наперекор Знаменитому Отцу Тогда она Поступила На режиссерские Курсы Именно к нему Воспользовалась Моментом Когда его В Москве Не было Ее никто Не знал Но Как быть С фамилией Мирхольд Маяковский Который Относился К ней С нежностью Скажет Возьмите Папин хвостик И она Станет Ириной Хольд Учиться Она будет С Юткевичем И Эйзенштейном О, они Подружатся На всю жизнь А Эйзенштейн Позже скажет Что был В нее Влюблен Хотя Мирхольд И признал Талант Дочери В своем театре Ролей он Ей не давал Вообще Женщинам В его театре Нелегко Там ведь Появилась Зинаида Райх До этого Актриса Была женой Сергея Есенина От него Родила Двоих детей Мирхольд Усыновил Их А к своей Фамилии Добавил Фамилию Жены Мирхольд Райх Правда Под этой Фамилией Он будет Числиться Только В тюремных Документах И вот Ирину Мирхольд Отправляют К артисту Меркурьеву Домой Чтобы она Привезла ему Киносценарий И он Влюбляется Не в сценарий В нее С первого Взгляда Сценарий Он прочтет И замолчит Надолго И вот уже Съемки Под угрозой Срыва От Ирины Потребуют Искать Замену И тогда Она отправит Ему телеграмму Приезжайте Мы в простое Погода чудесная Целую Ирина Мирхольд Он опять Не ответит И вдруг Когда съемочная Группа Уже потеряет Надежду Дверь Распахнется И войдет Меркурьев Ирина Скажет Что теперь Ее судьба Была решена Он уже Влюблен Но окончательно Она его покорит Когда Коня на скаку Остановит В буквальном смысле Тогда Одного актера Сбросит лошадь А Ирина Вскочит на нее И успокоит Всеволод Эмильч Мирхольд Встретит Будущего Зятя Суха Познакомится Потом скажет Жене Зиночка Покорми Василия И уйдет Меркурьев Расстроится Мастера Он не заинтересовал Ни как зять Ни как актер То ли дело Первый муж Ирины Виртуозный Пианист А этот Актер Вася Меркурьев Из деревни Ну Говорят Талантливый Это потом Мирхольд Увидит его В кино И похвалит Сцену В которой Меркурьев Талантливо Ест Колбасу Ларчик Откроется Просто Окажется Что Мирхольд Просто Не хочет Стареть Жена У него Молодая Всего на два года Старше дочери Режиссера Окружает Молодежь Он дружит С Маяковским Который Моложе На двадцать лет Дружит С людьми Моложе Себя Так он Сам Чувствует Себя Молодым Меркурьев Меркурьев Этого Еще не знает И обиженный Он уедет На гастроли Сказав Ирине Что К тестю Больше Ни ногой Ирина Всеволодна Уговорит Его Позвонить Отцу Тот Нехотя Наберет Номер Мирхольда Услышит Радостный Голос Тестя Вася Ты откуда С вокзала Подожди Меня Я приеду За тобой На машине О Это будет Уже совсем Другая встреча Всеволод Эмильч Зятя Расцелует По дороге Накупит Еды Сам Накроет Стол А после Ужина Уложит Спать Приговаривая Когда Зиночка Уезжает Ничего Не найдешь Но ты Ложись Я Тебя Вместо Одеяла Газетами Укрою Заколов Газеты Спичками Всеволод Эмильч На цыпочках Уйдет К себе В кабинет А когда Закроет Театр Мейерхольда Режиссер Будет Ставить В Ленинграде Маскарад С зятем С Василием Меркурьевым В роли Казарина И Меркурьев Будет призывать Тесте Что-то делать С театром Как-то его Спасать Но тот Ответит Что ему Не к кому Обращаться Сын Меркурьевых Петр Будет Очень тепло Отзываться О Зинаиде Раих Умной И талантливой Она Вдохновляет Мейерхольда На все его Спектакли Поставленные С двадцать Третьего Года А дочка Ирина Еще маленькой Девочкой Приходила На все Репетиции Своего Великого Отца В Александринке Были два Артиста Рассказывала Ирина Варламов И Давыдов Варламов Грузный С трудом Передвигающийся Роль Он не учил Для него Придумывали Специальные Мизансцены В которых Незаметно Подсказывали Реплики И вот Артист Давыдов Как-то Говорит Варламову Эх Костя Мне бы Твой Талант Я бы Чудеса На сцене Творил На что Варламов Отвечает А я бы С твоим Вообще На сцену Не пошел Говорили Владимир Давыдов Играл так Что иногда Казалось Что у него Сейчас От напряжения Лопнут Сосуды И вот Как-то Его спросят Как нужно Себя Возбудить Чтобы получить Такой Эффектный Накал Страстей Давыдов Отыграя сцену И скажет Пощупайте Пульс И пульс Его будет Спокойным Вот Что делает Техника Актерского Мастерства Интересно же Правда И вполне Логично Что дочь Мейрхольда Воспитанная Практически За кулисами Свяжет Свою жизнь С театром И кино А Меркурьев Этот год Меркурьев Петр И у него Останется Тяжелобольная Жена И трое Маленьких Детей Которых Нужно Срочно Спасать Семейный Совет Будет Быстрым И супруги Заберут Этих Детей К себе Но И этого Их Судьбе Покажется Мало И тут Война Эвакуация На Урал И Ирина Вновь Беременна Третьим Ребенком И вскоре У них Родится Младший Сын Петр Много Позже Он напишет Меня Поражает Мощь Духа Моих Родителей Тогда Еще Неизвестно Было Как Закончится Битва Где Будет Гитлер А они В это Страшное Время Имея Двух Своих Дочерей Трех Приемных Детей Племянников Рожают Еще Одного Родился Я Прямо В кулисе Это Было В Томской Области На Аби Мама Родила Меня На Репетиции Шел Сорок Третий Год Какой Уж Тут Декретный Отпуск У мамы Начались Схватки Папа И в тот Самый Миг Не Было В театре Роды Приняла Тетушка Она Сказала Иришенька У тебя Паренек И матушка Безотлагательно Же Сказала Здравствуй Петенька Она Тут же Решила Прозвать Меня В честь Папиного Брата Которого Они Сильно Любили За кулисами Театра В Новосибирске Висела Карта С отмеченными На ней Действиями Красной Армии Карту Повесил Некий Федоров Артист Хора Верный Член Партии Глядя На свое Творение Он с восторгом Говорит Меркурьеву Василий Васильевич Смотрите Какой же Великий Стратег Товарищ Сталин Еще Один Город Отдал Меркурьев Хватает Федорова За грудки И шипит Если ты Еще раз Эту Сволочь Этого Душегуба Назовешь Великим Стратегом Я из тебя Дух Вышибу В Новосибирской Области Их семье Из десяти Человек Выделят Двухэтажный Дом Две Комнаты Наверху Две Внизу Меркурьева Назовут его Скворешником Им Подарят Маленькую Корову Ее Так и Назовут Малюткой Сначала С ней Будет Трудно И непривычно Но Коровье Молоко В итоге Спасет Детей В трудные Времена Местные Жители Семьи Актера Тоже Будут Помогать В Семьи Растущим Детей Детей Кажется Умел веселиться в жизни И даже выпить Это у него получалось трогательно И очень артистично Выпивает И сидит тихо Один глаз широко раскрыт, другой закрыт Навести фокус не получается А потом так же тихо он исчезает Отправляется спать Ни скандалов Ни пьяных буйств Сын Петр рассказывал Однажды году в 49-50 Папа, Толубеев И Соловьев Седой выступали С концертом на ленинградском Ликероводочном заводе имени Степана Разина Мама ждет отца после концерта Его долго нет, наконец Часа в три ночи слышит громкие шаги И тихий стук в дверь Открывает и папа С порога обвисает На ней Она ведет его в комнату и видит, что Брюки Остаются за порогом На папиных брюках Нет ни одной пуговицы Нет их Ни на пиджаке Ни на нижнем белье Все пуговицы Мама нашла в карманах О том, что произошло На самом деле О том, как Меркурьевы поступят С домработницей Оказавшейся в беде Без прописки После возвращения Из немецкого плена И о многом другом В жизни этой удивительной пары Во второй части программы После Клавдии Ивановны Шульженко И ее синего платочка Ну и, конечно, рекламы Вы на волне 620 А.М. Дэвид Зун Радио Нью-Йорк С вами Валерия Коренная Не переключайтесь В эфире программа Крылья из чердака С вами Валерия Коренная Итак, Василий Меркурьев Возвращается домой После концерта В дегустационном Подвале Ликероводочного завода Пил он В неплохой компании Актер Толубеев И композитор Соловьев Седой Композитор И предложил сыграть В такую игру Каждый рассказывает Анекдот И если анекдот старый То у рассказчика Срезается пуговица И вот Меркурьев Не смог рассказать Ни одного нового Анекдота И оказался дома В костюме Без единой пуговицы Огромное семейство Меркурьевых Вернется из эвакуации В Ленинград Жить им будет негде И актриса Ольга Лебзак Возьмет их Одиннадцать человек Вместе с детьми И матерью Меркурьева Возьмет в свою Четырнадцатиметровую комнату Где живет с мужем Своей матерью И дочерью Потом Меркурьеву Дадут небольшую Трехкомнатную квартиру Они переедут И однажды К ним зайдет Зачем-то сосед Александр Брянцев Режиссер Руководитель Ленинградского тюза Его проведут По всей квартире И он попросит Чтобы Меркурьев Когда вернется домой Зашел к нему Василий зайдет Брянцев проведет Его по всем Своим комнатам Около восьмидесяти метров Жилплощади И скажет Нам со старухой Такие хоромы не нужны А тебе с твоим табором В самый раз Утром переезжайте И они Поменяются квартирами Но скажите Где это видано Чтобы по своей воле Человек отдал Огромную квартиру И переехал в маленькую Невозможно не заметить Что к Меркурьевым Словно приклеивались Такие же прекрасные люди Какими были они сами Так же к ним прибьется Домработница Во время войны Она была в немецком плену И вернувшись Оказалась без работы И без прописки Ее никуда не брали Что сделают Меркурьевы Как поступят они Каким образом К ним будет возвращаться То добро Которое делают они людям И вот в 55 году Когда у них появляется Домработница Меркурьев Назовет ее племянницей Пропишет в их квартире И будет платить Зарплату За помощь Жене по дому И все это происходит В тот период Когда супругу Меркурьеву Уже несколько лет Без работы Еще в 47 году Ее в одночасье Уволили отовсюду Как дочь врага народа И тогда этот гром Грянул внезапно В течение 12 лет Вплоть до реабилитации Отца Всеволода Мирхольда Работу найти она не сможет И вдруг В 59 году В квартире Раздастся телефонный звонок Ирина Всеволодна Меня зовут Беатриса Григорьевна Я из Дворца культуры Имени Горького Мы хотим предложить вам Возглавить Драматический театр-студию Ирина растеряется Даже подумает Что это розыгрыш Она уже не ждет Никаких приглашений На работу Повесит трубку Разрыдается Сын Петя Узнает по справке Телефон Дворца культуры Позвонит Спросит Есть ли такая Беатриса Григорьевна На другом конце провода Ответит Это я Простите Это сын Ирины Всеволодны Скажет Петя Она просила уточнить Время встречи На завтра Они поедут вместе Ирина будет волноваться Бледнеть Смущаться И после долгого перерыва Она возглавит Театр Театр-студию Сын всегда будет на репетициях Он помогает матери Работая по мрежам Музыкальным редакторам Выходит на сцену Вместо заболевших Исполнителей И однажды на репетицию Придут ассистенты Режиссера Сленфильм Они ищут актеров Для фильма Невские мелодии Пригласят Петю И он Потихоньку Начнет сниматься Когда об этом Узнает отец Он Перестанет с ним Разговаривать И до последнего момента Петя не будет знать Придет ли он На премьеру Придет Петя сядет В последний ряд Чтобы видеть Спину отца У него такая особенность Если на сцене Или экране фальш Он втягивает голову В плечи А если ему нравится Спина распрямляется И вот Начинается фильм Плечи Меркуриева Поднимаются До ушей И тут на экране Появляется сын Василий сначала вздрогнет Потом постепенно Выпрямится Плечи опустит Даже одобрительно Улыбнется сыну А после фильма Скажет У тебя это получается Тебя теперь будут Много приглашать Но я прошу тебя Пока ты не получишь Своё музыкальное образование Не соглашайся сниматься Поверь, это от тебя Никуда не уйдёт Но если ты сейчас Окунёшься в кино Всё может плохо кончиться Пётр Отца послушает Он сумеет совместить Своё основное Музыкальную работу Со съёмками И снимется В более чем Семидесяти картинах И лишь однажды С отцом В фильме Москва Кассиопея Они сыграют Небольшие роли Академиков Меркурьев Занимается Педагогической Деятельностью С этой картины Сталин За роль Семидесяти картинах Семидесяти картинах Меркурьев Впрочем Семидесят 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 Название Последней Постановкой Ирины Всеволодной В Александринке Был Спектакль Рембрандт С Меркурьевым В главной роли И он поражал Там коллег Своим Трагедийным Даром Но Спектакль Этот не выйдет Меркурьева Увезут в больницу Прямо из театра И двенадцатого Мая Семидесят Восьмого Года Его не станет В семьдесят Четыре Накануне Ирина Всеволодна Уговорит врачей Пустить ее к мужу Он без сознания Но она будет Целовать его И приговаривать Васечка Я не прощаюсь Она переживет Мужа на три года А если меня Кремируют А потом Урну в папину Могилку положат Мы с ним там Встретимся Спрашивала она Сына А он Петр Получил высшее Хармейстерское Образование Стал музыкальным Журналистом Дважды сыграл В кино Своего деда Всеволода Мирхольда В первый раз В фильме Я актриса Во второй В сериале Есенин Он прожил Шестьдесят семь лет Умер В две тысячи десятом Году Отца и мать Не выбирают Писал он Но предложи мне Выбрать родителей То около своих Я остановился Без завистью И сказал Нет Эти не по мне Слишком хороши Отец Охватить его Личность Единым взором Так же невозможно Как например Исаакиевский собор Столько в меркурьевской Натуре В этой глыбе Полутонов Столько красок Для реабилитации Имени Мирхольда Никто не сделает Так много Как его внучка Мария Валентей По линии первой жены Еще в тридцать девятом Году Когда Мирхольда Арестовали Тогда Пятнадцатилетняя Маша Начала стучаться Во все двери НКВД С требованием Ответа на вопрос За что посадили Ее деда Она девчонка Делала то Что не осмеливались Сделать знаменитые Родные люди Других репрессированных Именно Маша Будет пробивать Издание книг Добьется Открытие Мемориальной доски И музея В Мирхольдовском доме Она же В шестьдесят четвертом На свои деньги Установит на могиле Мачехи Зинаиды Райх На Ваганьковском Кладбище Памятник С барельефом Мирхольда И надписью Всеволода Эмильчу Мирхольду И Зинаиде Николаевне Райх И Марию Вызовут В соответствующие Органы И спросят Какое-то вы Имели право Поставить Мирхольду Памятник Там, где он Не похоронен И она Ответит Бесстрашно А вы покажите мне Где он похоронен Я там и поставлю С какой Удивительной Семьей С какими Людьми Свела судьба Не менее Удивительного Человека И актера Василия Меркурьева Сын Петр Скажет, что Судьба Пощадила его Отца Не дала Умереть Немощным И он Действительно Не был Лежачим Больным В отделение Реанимации Привезли Прямо со Сцены С репетицией Великого Живописца Приходя в себя Он спрашивал Где моя Ириша Я ее обожаю Эта потрясающая Женщина В самые Последние Часы Его жизни К легендарному Актеру Уже находящемуся Без сознания Придет Режиссер Игорь Горбачев Он Наклонится Над духом Меркурьева И скажет Василий Васильевич Третий звонок Ваш выход Артист И тогда У Меркурьева Приподнимутся Брови Сын Напишет В своей книге О родителях Пройдет Еще совсем Немного Времени И я Младший сын Своих родителей Вылечу Из родного Гнезда Перееду В Москву На учебу Да так и Застряну В столице Как-то Когда я уже Полностью Закончил Своё образование Я подумывал О возвращении В Ленинград И тут Моя мудрая мама Которая очень По мне Тосковала Которая ждала Меня Как манну Небесную Сказала Петенька Ты уже Нашел себя В Москве Зачем тебе Начинать Все заново А мы Ведь помрем Скоро А тебе Жить Как Мы с вами Услышимся В следующий Вторник В полдень На волне 620 АМ Дэвидзун Радио Нью-Йорк В студии Валерия Коренная Все, что вы Слышите В этой программе Не новость Но тоже правда Вы слушали программу Крылья с чердака Автор и ведущая Валерия Коренная Валерия Корректор А.Егорова